Дина, дочка, послушай меня. Мамочка. Послушай. Тебе не надо разговаривать. Помолчи, пожалуйста. Подожди, сейчас врачи приедут, и все будет хорошо. Послушай. Прости меня, девочка. Я хотела давно тебе сказать, Дина, у нас есть деньги. Мама. Много денег. Тебе нельзя волноваться. У меня есть бриллиант. Продай его. Нет, она похороны мне. И тебе еще остается. Он здесь. 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 Мама. Здесь. Мамочка. Мама, мама, милая, пожалуйста, не умирай. Мама. Мамочка. Дина похоронила мать. Но ее предсмертные слова все не давали Дине покоя. Она решила съездить к бабушке и узнать, существует ли бриллиант на самом деле. Бери табурет, садись напротив. На клубок, сматывай. Жизнь. Мама. 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 одна так и растишь как белка в колесе крутишься чтоб концы с концами свести мать недавно потеряла из-за нее сюда и пришла да вы точно все описали понимаете мне мать перед смертью сказала что у нее бриллиант есть правду мать тебе сказала но ты не поверила правду этот бриллиант на самом деле существует ты мотай мотай мы же всю жизнь живем копейки считаем я вам даже на похороны занимала откуда у нее этот бриллиант вижу до твоего отца у матери поклонник был из богатой семьи любовь у них так и не сложилось слишком уж они разные были а подарок его камень этот мать всю жизнь хранила а он сейчас у нас в доме да спрятан в чем-то белом белом а что это больше тебе пока сказать не могу ступай вернувшись от бабушки дина начала поиски первой белой вещью которая попалась ей на глаза была подушка ее матери дина подумала что возможно бриллиант находится внутри этой подушки вам что творишь а женька да и я была все таки этой бабки сновидящей она говорит что камень действительно существует представляешь и спрятан вот в чем-то белом а ты поверила да вам ну откуда у нашей бабули бриллианты она же тебя всегда за каждую покупку отчитывала мне подарки даже никогда не дарила только конфеты на день рождения ну откуда бриллиант а ну как мне не верить но ты же знаешь нашу ситуацию через неделю за твою учебу платить если не заплатим тебя же выгонят с последнего курса вам ну проблему нужно конструктивно решать а не подушки спарывать ну мы так можем из-за твоих предсказаний всю квартиру разнести а это что за музыка это твой телефон да нет это сигнализация от машины сейчас дина была очень удивлена она не понимала откуда у ее дочери появилась дорогая машина жень ты мне ничего не хочешь объяснить это что про машину что ли так цветки на тачка она мне покататься дает светка дала откуда у нее такая машина мамочек ну ты же знаешь что у света богатый отец он ей машину и купил ну она мне дает покататься чтобы так у меня практика была добрая у тебя подружка ничего не скажешь ну да ну я же и диплом помогаю писать женька а если ты поцарапаешь эту машину что тогда в общем чтобы сегодня же ее вернула светки поняла и вообще нечего людям пыль глаза пускать вот когда у тебя своя машина будет тогда катайся сколько хочешь волю а у меня будет своя машина потому что я не собираюсь вот так вот еще тебя прозябать и вообще ты знаешь у меня скоро начнется совсем другая жизнь женя жени подожди на следующий день придя на работу дина решила поделиться проблемами со своей подругой и коллегой валей валюши ты недельку еще подождешь а ты представляешь я по твоей идее ходила к этой бабке ясновидящей она говорит и камень действительно есть я как его найду так долг тебе сразу и верну да без проблем я же понимаю слушай а где искала то это даже не представляешь где я все подушки перерезала все шкафы перевернула искала в чем-то белом бабка нина сказала что камень спрятан в чем-то белом уже как-то расплывчатая да тут еще и женька ой сбрыкивать начала не хочу говорит нищете жить представляешь и уехала к своей светке ночевать подружки это та на нее так влияет а у нее отец богатый он есть все на тарелочки подносит вот так вот и у моей теперь запросы начали расти слушай а что если этого камня в квартире нет а если тебя опередили ты кто ну как то ну ты сама говорила что женька завидуют богатой подружки а я ее недавно видела в дорогом автомобиле даже глазам своим не поверила а вот часто рассказала я сопоставила и подумала а что если твой камушек превратился в автомобиль а да не могла моя женька так со мной поступить а машины цветки на это она и дала покататься я уже свое отчитал за это втык дала светкина говоришь да ну допустим хорошо слушай а ты вообще ничего не наблюдала за ней необычного да не знаю я я вся в похоронах была хотя знаешь она последнее время какая-то странная стала вот телефон зазвонит она тут же хватает его и к себе в комнату бежит и дверь еще закрывает тайны какие-то раньше она всегда при мне разговаривала по телефону а тут ну вот вот эти говорю понаблюдай потому что мы иногда за своими делами детей не видим вот так вот их и упускаем после слов подруги вали у дины появились сомнения вдруг ее дочь действительно ей врет воспользовавшись отсутствием жени дина решила осмотреть вещи дочери вещах дочери дина нашла золотой браслет который раньше никогда не видела алло женька ты когда домой собираешься вернуться ты что там навеки поселилась ладно еще одна ночь и домой понятно дина не стала голословно обвинять дочь она решила поехать к бабушке и выяснить могла ли ее жене украсть бриллиант да натворила дел твоя дочка значит все таки она упустила ты дочь упустила браслет этот ей мужчина подарил гораздо старше ее и женатой а я я не знала ничего запуталась твоя девочка любит его сильно очень только не судьба ей с ним счастливой быть я поговорю с ней надо же любовника себе завела дурочка моя маленькая наверное машина от него вот ведь не доглядела я спасибо спасибо вам большое спасибо дина 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 подождите бабушка просила передать что камень все еще в квартире и он очень холодный будто лед спасибо но мне уже не до камня вовсе с этим дурацким поисками дочь упустил я уверена вы найдете для моей дочери правильные слова хотелось бы надеяться а не спасибо вам за поддержку до свидания до свидания приехав от бабушки дина не смогла поговорить с дочерью жени снова осталось ночевать у светы но вернувшись магазин с обеденного перерыва дина неожиданно застала там свою дочь жень а ты что здесь делаешь привет маму да вот я к светке на вечеринку собираюсь вот зашла платье у вас купить и значит ради нее ты так вырядилась ну что ж мне как лохудра идти валиша оставь нас пожалуйста да без проблем только не ругайтесь девочки я все про тебя знаю что знаешь вам про мужика твоего знаю ты вообще о чем думал а ты что творишь зачем тебе мужчина старше себя да еще и жена ты он же поиграет с тобой бросит тебя я так понимаю это править и узнала да ну и хорошо знаешь мам я давно тебя хотела сказать все как-то просто не решалась да у меня есть мужчина я его очень люблю какая-то любовь жизнь дуб подарки все эти деньги на эти шмотки на машине дал покататься так это ведь не любовь ты понимаешь или нет господи доченька моя да ты для него как игрушка он с тобой поиграет и бросит маленькая глупая девочка женька ну поверь то моему опыту да ничего хорошего из этого не выйдет какой у тебя опыт а я как отец бросил ты у тебя никаких нормальных отношений больше не было ты всю жизнь одна понимаешь я не хочу так ты что хочешь чтобы я тоже тогда знаешь что это моя жизнь и я буду делать то что считаю нужным нравится тебе ты или нет а ты лучше своими делами займись а то у тебя все в одни бриллианты в голове ничего даже элементарных вещей не помнишь вот доченька спасибо тебе на добром слове чего это я такого не помню а ты мастера по холодильникам вызывала сегодня а встречать его кто по твоему должен хорошо что я дома была я про него совсем и забыла ну как он починил холодильник морозилка морозит нет не починил он пришел минут пять поковырялся там закинул свои инструменты в сумку и уехал даже ничего не объяснил ну наверно посмотрел на нашу нищету и подумал что лови тут нечего маму давай я витю попрошу нам новый холодильник купить на что мы с этой старе общиной возимся витю холодильник купить расплачиваться ты чем будешь натурой да бабушка просила передать что камень все еще в квартире и он очень холодный будто лед жень женя пойдем домой а ты можешь идти домой я пойду на вечеринку вот деньги за платье жень вспомнив слова бабушки дина решила что бриллиант хранился в белом холодильнике формочки для льда дина подозревала что мастер нашел камень поэтому избежал из квартиры дозвониться фирму по ремонту холодильников дина не смогла и решила на следующее утро отправиться туда чтобы лично встретиться с мастером здравствуйте меня извините я холодильник не починил мне пришлось срочно уехать но не переживайте сегодня к вам приедет мой напарник сделайте в лучшем виде действительно зачем вам теперь у меня появляться вам можно теперь вообще никогда не работать да нет мне теперь работать нужно в десять раз больше чем обычно у меня же сын родился я поэтому вчера от вас сорвался что жена вдруг и рожать надумала только пожалуйста жалобы на меня не пишите я работой дорожу ну тем более теперь вы понимаете просите мне бежать надо да да хорошо до свидания до свидания после разговора с мастером дина вернулась домой в растерянности она поверила мастеру но не понимала куда же тогда делся камень дина снова начала подозревать что бриллиант украла ее дочь но нагулялась что-то теперь делаешь чемодан собираю что не видно и куда же ты собираешься ну видите завтрашнего дня отпуск и он предложил мне провести его с ним как же тебе не стыдно то ведь родную мать высмеивала а сама украла бриллиант и бежать да как же ты можешь а у тебя с твоим бриллиантом уже совсем крыша съехала как ты можешь обвинять меня в краже того что даже в глаза свои не видела мне твой бриллиант вообще нафиг не нужен понимаешь если я захочу не видя кучу таких бриллиантов купит понимаешь нет я после таких обвинений здесь оставаться не могу и рыбок не забывай кормить может зря я женьку во всем обвиняла может быть я на этом бриллиант в руках и не держал держать держала и из-за камня этого ты можешь дочку потерять да я уже потеряла она ведь из дома ушла завтра со своим любовником на море летит море говоришь да да море вижу морское дно и бриллиант твой на дне с дочерью тебе срочно помириться надо иначе не ее у тебя не будет ни бриллианта поняла алло алло доченька наконец-то я до тебя дозвонилась ты где почему это такие нежности доченька ты меня прости пожалуйста я тебе вчера наговорил всяких гадостей давай мы с тобой встретимся поговорим по хорошему а пожалуйста поздно уже мама вернусь тогда и поговорим женя ты меня послушай по мне надо тебе никуда ехать бабка ясновидящая говорила что все мама пока дина была в отчаянии ведь она не знала куда во сколько из какого аэропорта улетает ее дочь я нам салатиков купила это чет проголодалась дин это чё такая бабка не насказала чтобы я женька срочно помирилась а то есть совсем потеряю она со мной даже разговаривать не хочет и улетает сегодня вон на море со своим хахалем с каким хахалем долго даже об этом говорить не хочу ты мне лучше скажи что мне делать то ну как что делать светке звони а наша подруга она все про нее знать должна здравствуй части знает и она знает только она мне ничего не скажет будь хитрее придумай что-нибудь скажи что паспорт джене дома забыла слушать точно паспорт алло света здравствуйте это вас один олеговна беспокоит мама жени вы меня простите пожалуйста вы случайно не знаете каким рейсом она сегодня улетает что она никуда не полетела да и домой едет все понятно ясно свет хорошо хорошо спасибо спасибо вам большое мне бежать нужно срочно там уже опять какие-то проблемы я тебе потом все расскажу ладно ты меня подмени если что хорошо конечно давай беги ахаха все пока давай пока жених жени что что случилось дома господи ну поплачь поплачь немножко ну ничего ничего в жизни бывает разное огорчение но это же еще не конец доченька ну все-все не рей этот виктор не достоин твоих слез все пойдем домой все у нас будет хорошо ты слышишь все дорогая все будет хорошо все без окна это хорошо ну давай рассказывай ну может не надо надо знаешь лучше сразу все рассказать самой же потом легче будет давай ну в общем витя мой козлом оказался лапшу мне на уши вешал говорил что собирается развестись а сегодня я узнала что нет его жена в аэропорт примчалась скандал закатила какими только словами не обзывала он даже не вступился за меня представляешь а потом вообще сказал что разводиться не собирается и чтобы я ехала одна вроде как мне подарок сделал только теперь мне от него ничего не нужно знаешь женька это даже хорошо что сейчас все выяснилось вот представь себе ты поехала с ним на море я не узнала бы какой он подлец может и правильно только знаешь как больно да черт с ним с этим виктором ты посмотри какая-то у меня красавица ты найдешь себе ровесника парня хорошего он тебя любить будет а деньги эти машины не в них любовь измеряется спасибо тебе ну что поддержала что не бросила я я ведь тебе тоже столько гадостей наговорила ой женька женька чтобы между нами не случилось ты все равно у меня самая-самая родная я же тебя никогда не брошу ой мам а ты рыбок ты моих кормила слушай нет я совершенно про них забыла ну как же так а и они же не могут и сами иду искать не в море же ну конечно старались и морское дно создать но все-таки вижу морское дно и бриллиант твой на дне точно морское дно молодчина женька мам до чего так вот оно это морское дно понимаешь бабка слепая говорила что камень на морском дне лежит вот он смотри обалдеть он все-таки существует я не понимаю как он туда попал он же должен быть в морозильнике формочки для льда хорошо что вы рыбки не съели обалдеть слушай его в воде вообще не видно и во льду тоже поэтому мама его и хранила там формочки для льда видимо воров боялась даже не верится что бриллиант все время у бабушки был слушай мама мне кажется я знаю как он туда попал ну что рыбки мы скоро я от вас уеду потому что я встретила прекрасного любимого мужчину надеюсь мама не будет забывать вас кормить ну что рту раскрыли а жарко вам да ну а так то лучше интересно а за сколько его продать можно а не знаю но я думаю что за дорого ну по крайней мере на учебу тебе точно хватит ну и нам останется еще на житье да спасибо бабушке за подарок теперь нам никакие богатые мужики не нужны лишь бы счастье это история сблизила мать и дочь а деньги вырученные от продажи найденного бриллианта смогли поправить их финансовое положение никогда не меняйте дружбу любовь близкие отношения на деньги ничего хорошего из этого не выйдет а то что должно принадлежать вам по праву само вас найдет